Должны ли пускать родственников в реанимацию? Как будет проходить переход на электронные трудовые книжки? И правда ли, что за перевод денег с карты на карту придется платить подоходный налог? Обо всем этом в правовых новостях компании Гарант. Госдума страны в первом чтении приняла законопроект, согласно которому родственники смогут посещать пациентов в реанимации. После вступления в силу норму Русиен появится право быть со своими близкими в тяжелые моменты, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Проект не содержит четкого перечня родных и близких, которых, предполагается, будут беспрепятственно пускать в реанимацию. В проекте сказано о родителях, иных членах семьи и иных законных представителях пациента. Регламентировать порядок таких посещений должен будет Минздрав России. Напомним, что пока ведомство ограничилось лишь методическим письмом по данному вопросу, которое не является обязательным к применению. Ко второму чтению законопроект обещают доработать с пациентским сообществом, чтобы снять все возникающие вопросы. Идет работа и над переходом на электронные трудовые книжки. Запуск системы запланирован на 1 января 2020 года. По замыслу авторов реформы, в конечном итоге от новшества выиграют все. Исключается возможность утери или поделки трудовой книжки, утери информации о работодателе. Сведения о бывшем месте работы будут оперативно передаваться новому работодателю. При обращении за госуслугами не надо будет предоставлять сведения о трудовой деятельности и о стаже. В начале лета в интернете появилась информация, что при переводе денег с карты на карту с россиян якобы будут взимать подоходный налог. Действительно, с 1 июля банки должны предоставлять в налоговую все данные о движении средств на карточках физлиц по первому запросу. Однако безвозмездные переводы облагаться налогом не будут. Доходами не признаются доходы от операций, связанных с имущественными и неимущественными отношениями между членами семьи и близкими родственниками. Доходы в денежной форме, получаемые налогоплательщиками от физических лиц в порядке дарения, не подлежат обложению НДФЛ. Вместе с тем, если поступившие на счет физического лица денежные средства переведены в качестве оплаты товаров, услуг, вознаграждения за трудовые обязанности или по договорам гражданско-правового характера, то они признаются доходом такого физического лица и подлежат обложению НДФЛ.